Друзья, всем привет! Как вы знаете, в июне прошлого года я стал счастливым обладателем BMW F10 на заднем приводе с пробегом. Машина у меня 2016 года и теперь каждая новая серия дневника BMW начинается с истории о поездке в сервис. Но все с машиной на самом деле хорошо. В этот сервис, который я вам сегодня покажу, я приезжаю второй раз. Первый раз я сюда приезжал по рекомендации одного из зрителей каналов, который сказал то, что есть толковый человек, все знает про BMW, езжай к нему. Я приехал для того, чтобы просто планово поменять масло, сделать диагностику автомобиля, поменять салонный, воздушный фильтр. Казалось бы, легкое, небольшое ТО. Машина на диагностике показала одну ошибку о том, что датчик давления масляного насоса приходит в негодность. Мы решили заменить. Процедура эта недорогая. 3000 рублей стоит оригинальный датчик и 500 рублей стоит его замена. Но в этом ролике я хочу вас познакомить с владельцем этого сервиса и пообщаться с ним. Пусть он нам расскажет, что такое BMW. Говно эта машина, не говно. Стоит их бояться, не стоит. Ранее мы снимали подобный сюжет с другим человеком, который рассказывал, что все BMW до 100 тысяч, а дальше готовьтесь вкладывать в них деньги. Здесь же совсем другая позиция. Кто этот человек? Почему ему стоит доверять, слушать его? Вот он обо всем этом расскажет сам, а вы сделаете выводы. Ваше мнение? Пишите в комментарии. Мы начинаем прямо сейчас. Пойдемте с ним знакомиться. Друзья, знакомьтесь, владелец сервиса Андрей. Андрей, привет. Привет. Смотри, ребята у меня очень требовательные, хотят, чтобы человек был профессионалом. Расскажи, пожалуйста, кратенько, прежде чем мы перейдем с тобой к полноценному диалогу, как ты пришел к BMW, что ты про них знаешь, где ты раньше работал, вот эту информацию. BMW пришел в 2008 году. Это от официального дилера. Там проработываю до 2016 года. Ну, потом понял, что, в принципе, мы все это свое попробовали. И так я вот начал пытаться работать. С какого года у тебя свой сервис? С 2016 года. Ты сам принимаешь участие в ремонте автомобилей? Мотор ты поменять сможешь? Разобрать, перебрать коробку? Да, естественно. Все знаешь, опыт у тебя большой. С опыт большой, как бы, ты начинал с своих рук. А потом уже как-то народ набираешь. Я понашлась, что такое поменять мотор и перебрать его. Отлично, друзья, Андрей идет переодеваться, после чего мы сядем на улицу и просто с вами пообщаемся по существу, зададим ему ряд вопросов и как специалист пусть он на них ответит. Андрюх, расскажу тебе кратко такую историю. Раньше у меня были японцы, Мазда, Тойота Камри, Ниссаны. И когда владел этими автомобилями, все, что я знал, это просто плановое того. Раз в 15 тысяч приехал, сделал что-то, порекомендовали. Либо это делал у дилера, либо на стороне, чтобы денег сэкономить. Все. Как решил купить себе BMW, начал читать отзывы и начинается, что лучше обслуживать чаще. Моторы у них высокотемпературные, моторы у них более продвинутые. Вообще BMW сами по себе более нафаршированы с точки зрения электрики. В общем, машины очень ответственные, могут ломаться. Если ломается, то ремонт дорогой. Ездили как-то раз в сервис, также специализированный, где человек рассказывал о том, что... Ну, он рассказывал и как бы приводил примеры, что до первых 100 тысяч, потом начнешь вкладывать деньги. В общем, некоторые говорят, все, BMW ломучее говно. Другие же их хвалят, рассказывают о том, что тачка идеальная. Катаюсь там 200 тысяч, проехал 300 тысяч, проблем никаких нет. Вот мы с тобой хотим пообщаться с точки зрения, как человек, который не теоретик, а практик. Ты лазишь в этих моторах, ты сам владеешь автомобилем BMW. Вот эти поставили диалог такой. Давай рассматривать автомобили, начиная с 2010 года. То, что было в нулевых, то, что было до 2000 года, это нафиг, это уже, ну, друзья, откровенно говоря, время ушло. Но раньше было лучше, это мы все прекрасно знаем. Вот на сегодняшний день, если рассматривать самые простые моторы N20, вот бензинки двухлитровые, дизельные моторы, что ты про них можешь сказать? Ресурс, надежность, слабые места. Давай начнем с бензина, с дизелью, как тебе удобно. Ну, давай начнем с двухлитровых. Так, в принципе, 100 бензина, 100 дизель, у них достаточно надежные. Но предпочтение все выбирают дизелью, потому что он менее прихотлив, более живут, у них пробеги очень большие. Бензиновый мотор более капризный. Ходят мифы, что там цепь ходит 100 тысяч, и все, короче, все разваливается, плохо. На самом деле, все зависит от обслуживания, грубо говоря, машины. И человек, нормально, у меня масло, перепробегов не было. Эта цепь входит по 200-300 тысяч. Как бы, проблем у кого-нибудь возникает. Вопрос. Вот такой ответ, как вот, главное, хорошо обслуживать. Ну, как понять, вот, хорошо обслуживать. Вот я приезжаю к тебе, допустим, раз в 6000 км менять сейчас масло. Это хорошо или это плохо? Или надо еще чаще? Или нужно менять по какому-то другому интервалу? Как вот, ответьте человеку, что значит нормально обслуживать? Нормально обслуживание включает в себя то, что человек меняет масло до 10 тысяч пробега. Раз. Просто до этого, с миссирующим интервалом BMW было 16-20 тысяч, это уже многовато. Вот. Поэтому, если до 10 тысяч обслуживать, в принципе, машина нормально все ходит и везде. То есть, не надо вбязать менять через каждые 2-3 тысячи масла. Это как бы не стоит. Рассказывают о том, что бензинки 100 тысяч откатывают, дальше начинается проблема с турбиной. Читал, видел, некоторые люди говорят. Ты что скажешь? Ну, до 100 тысяч я на N20, если брать этот мотор и все, пока ни разу не менял. Но, две машины были, которые меняли, ну, так они долго стояли, у них закисал шток. Ну, в принципе, это была проблема не эксплуатации автомобиля. Если машина ездит, там ничего не закисается и крутится, верстится. По двухлитровому бензиновому мотору. Озвучи следующую информацию, просто в цифрах. Какие-то дорогие ремонты, дорогие замены, что там может быть? Помпа, турбина, если ее менять, то сколько это стоит? Либо ремонт, вот можешь так по цифрам пробежать? Ну, турбина, если брать ремонт, то в пределах 20-30 тысяч рублей. Если замена на новую оригинальную, она стоит в районе 80 тысяч рублей. Вторая дорогостоящая деталь – это помпа. Помпа стоит в районе 26-27 тысяч рублей на данный момент. Ну, уходит она где-то около 100 тысяч. Цепь, запчасти выходит в районе 40 тысяч рублей и работа 25. Правильно я понимаю, что все перечисленное – это основное из дорогостоящего по замене на моторе бензиновым? На моторе больше нет ничего такого. Хорошо, здесь я тебе задам такой вопрос. Чип тюнинг. Одни говорят, да там ничего, разницы никакой нет. Далее, мы начали разбираться, я вам показывал, рассказывал то, что разница есть в поршневой. Она прямо отчетливо есть. Ты рассказывал, что разница есть еще и в интеркулере. Что ты скажешь? Стоит чиповать, не стоит? У меня есть друзья, которые чиповали мотор, еще сыновья. То есть купил машину, зачиповал, откатался уже более 100 тысяч км. Никаких вопросов нет машины ездить. Но подчеркиваю, они не так, чтобы постоянно газ в пол. А то есть вот вышел на трассу, нужно разогнаться, протопил. Кто-то и бывает без головы, у стола ездить постоянно газует, но машина, мотор в частности, никак не дает о себе знать. Твое мнение по этому вопросу? Мое мнение. Чиповать N20 двухлитровый именно лучше не стоит, потому что проблемы у него возникают у многих после чипа. С чем это связано? Ну, скорее всего, с качеством топлива. Стоит один раз нарваться на некачественное топливо, и сразу прогорают поршни. То есть тут как повезет. Кто-то может проехать на типы больше 100 тысяч, а кто-то и даже 100 тысяч не проезжает, поршни развадывается. Лотерея. Лотерея. Касаемо высокотемпературных моторов. Знаю информацию о том, что рекомендую ставить холодный термостат, лучше поменять интеркулер, чаще мыть радиатор. Ну, следить, по крайней мере, за ним, чтобы он всегда был чистенький. Твое мнение. Ну, я считаю, что пролежать жизнь машины, мотору в данный момент, стоит следить за радиаторами, это правильно. Ставить холодный термостат, я думаю, не стоит, потому что все-таки мотор рассчитан на экономию топлива. Для такой мощности он достаточно мало кушает. А чтобы этого добиться, пришлось поднять температурный режим. Поэтому, ставя холодный термостат, мы ставим крест на эффективную динамику, экономическую выгоду по топливу. Твой общий вывод касаемо двухлитрового бензинового мотора, в том числе, вот то, что современный, они же там по-любому что-то где-то дорабатывается на новых версиях. По надежности и по ресурсу, вот ты со стороны, как вот человек, скажи, 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч, как вот понять? Ну, возьмем среднюю величину, ну, среднюю величину где-то 250 тысяч. Хорошо, мы переходим к дизельному мотору. Очень часто их рекомендуют, я даже снимаю ролики, тоже друзьям подвожу этот момент, то, что дизеля востребований, они надежнее, у них ресурс больше, у них расход меньше. Ну, в общем, все прелести дизеля. Что ты в целом можешь сказать? Вот мне интересует такой момент в цифрах по обслуживанию. С EGR связано. Когда, на каком моменте начинают все это дело менять, чистить и сколько это денег стоит? Ну, опять-таки, чистота EGR, ну, сам клапан EGR ходит на нем где-то в районе 120-150 тысяч. Потом его просто тупо меняется. Цена? Цена вопроса на данный момент, оригинальный клапан стоит 16 тысяч рублей. Замены тысяч сколько? 20 обойдется? Ну, тысяча двадцать за замену обходится. Второй момент, по чистке корректоров. Многие очень жалуют, что дизель забивается, там, начинают проблемы. Да, есть такой момент, но в основном эти проблемы возникают у людей, которые не ездят на автомобиле. Ну, что это значит не ездят? Они не используют BMW как BMW, а именно там пробках постоянно, не дают их разогнаться. То есть, ну, экономят, пытаются что-то там, чтобы, главное, ничего не отвалилось. Но BMW надо ездить активно. Вот. Кто активно ездит, у них коллекторы по 180-200 тысяч чистые. Как бы, поэтому тут сложно сказать. Болячки какие-то есть у двухлитрового дизеля? Такие, что вот частенько люди приезжают, и ты уже сталкивался, что вот одна и та же какая-то... Ну, самые большие, в основном, болячки, это клапаны ГР, ну, опять от возраста. Второй момент, демпфер, крутые колебания. Сколько стоит? Демпфер, ну, именно на четырехцилиндровый мотор, он стоит 28 тысяч оригинальный демпфер. Делит он в районе 100 тысяч. Друзья, к чему я это? Я стараюсь всегда вот вытянуть цифры, чтобы вы понимали. Иногда говорят, дорогой ремонт, дорогой ремонт. На мой взгляд, вот честно, когда ты покупаешь машину, там, пусть новую, пятерку, там, допустим, или трешку, с двухлитровым дизелем, либо бензином, вы отдаете денег, ну, сегодня, там, 2,5-3 миллиона рублей. На вторички эти машины будут в живом состоянии стоить, ну, плюс-минус, я назову такой разбег, полтора-2,5 миллиона рублей. Все зависит от того, какого года машина. Всегда вопрос, сколько денег я в нее вложу? Вот вам человек рассказывает, на каком пробеге, если что-то случится, сколько по деньгам. То есть, не 200 тысяч, не 250, 16, 20. Дорогой ремонт есть? Вот есть такое, что что-то может сломаться? Ну, помимо турбина, турбина мы услышали, что это вот самое дорогое. Что еще? Ну, в дизелях турбина очень долго ходит. Но самое дорогое, самое что может страшно случиться в дизеле, это заправить очень некачественным топливом и повреждение ТНВД. Если ТНВД повреждается, пошла стружка, это замена всей топливной магистрали. Ну, всей топливной магистрали в районе 250-300 тысяч. Это с оригинальными форсунками ТНВД, с техническими, со всеми работами. Вот, были такие случаи. И давайте здесь подведем такой момент. Если мы рассматриваем двухлитровый мотор, как дизель, так и бензин, допустим, произошло самое страшное. Человек купил машину, пусть она там с пробегом, либо новая, кончилась гарантия, то есть дилер ему говорит, все, счастливо, теперь все на тебе. И у него, например, заклинил мотор. По любой причине, неважно, вот самое страшное, заклинил мотор. Сколько стоит, как правило, либо отремонтировать двухлитровый бензин-дизель, чтобы можно было понять? Ну, отремонтировать нормальный ремонт, где-то обойдет бензинового мотора где-то 250-300. Дизельный, ну, плюс-монут такая же, они там особо не отличаются. В заключении по двухлитровому дизелю, твоя оценка ему и в целом по ресурсу, что ты скажешь о нем? Ресурс у них достаточно большой, то есть я видел машину, которую 400 тысяч прошли, и с мотором ничего не было. Бывают и 500, ну, среднюю машину ездит 100%, грубо говоря, из всяких там таких капитальных ремонтов 250 тысяч плюс. Это дизельный мотор. Бензиновый мотор поминется. Купить автомобиль, это, как говорится, полбеды. Его нужно обслуживать, за обслуживание нужно отдавать деньги. Если приехать к официальному дилеру, то ценники будут разные. Некоторым называют за первое ТО там 25-30 тысяч рублей, я там с дилерами бывало торговался, ниже давали. Вопрос следующий. Вот, допустим, если обслуживать на стороне, вот как вот у тебя сервис, ты в любом случае рынок знаешь, сколько примерно стоит, как вот маленькое ТО, простое, да, где просто замена масла, как вот у нас было сегодня сделано, и большое ТО, когда надо будет свечи поменять, еще что-то, чтобы человек просто понимал. Ну, если берем бензиновый мотор, там ТО стоит в районе 10-12 тысяч, ну, это среднее ТО, там фильтра, масла, там стандартно три фильтра. Если брать дизельный мотор, тоже в этом районе, там 12 тысяч рублей, это четыре фильтра, топливный, воздушный, салонный, масляный, и масло, соответственно. При замене свечек бензиновый мотор, это делается раз в 60 тысяч, ну, где-то в районе 30 тысяч рублей. Дизельный мотор, если брать свечи накаливание, то он не ходит, то, то 10 тысяч, ну, это обойдет в районе, ну, тоже плюс-минус 30 тысяч рублей. Ну, разница больше, потому что пробег дизельного мотора больше. Хорошо, если говорить с точки зрения обслуживания, бывает так, что люди заходят, видят фильтр стоит оригинальный, ну, к примеру, там, 3 тысячи рублей. Друзья, сейчас просто для примера привожу цены. Кто-то говорит, да вот такой же аналог за 300 рублей. Вот твое мнение в отношении оригинальных запчастей, хотя про некоторые говорят, а BMW там свои фильтра не делает, они где-то это все заказывают, зачем переплачивают, когда можно купить на стороне. Вот внеси людям ясность, можно отдать за запчасти 20 тысяч, а можно отдать там 5 тысяч рублей. Есть какая-то разница или они правы, можно экономить? Ну, экономить тут не получится, это, конечно, разница есть. Даже если брать оригинальные фильтры, они более плотные. Вроде бы все то же самое, но они, сам материал более плотный. И даже BMW всегда говорила, что на торжественном рынке, то есть на оригинальной запчасти, должны быть на минимум на 50% хуже качества на оригинальной. Поэтому, говорит, что тоже самое в коробках BMW лезет, это не совсем правильно. Это BMW, это BMW, а не оригинал, это не оригинал. На сегодняшний день ты, в принципе, много чего делаешь сам. Сталкивался ли ты с тем, что привозят оригинальные запчасти, но ты берешь и в какой-то момент понимаешь, что, слушай, да это больше похоже на бракованную запчасти, а не оригинал. В отделах очень много на рынке встречается? Да, конечно, очень много подделок на рынке, особенно касается фильтров, тормозных дисков, колодок, свечей накаливания, даже свечи зажигания, очень много подделок. Человек как-то это может вообще сам определить? Можно, конечно. Обычному обывателю достаточно сложно будет это сделать, потому что он не держит эти запчасти каждый день в руках. Но можно косвенно определить, грубо говоря, если вы смотрите по рынку, прошли и смотрите у всех там, допустим, 6500, 6200, 6300, а кто-то продает это за 2500, ну, кто-то задуматься, кто-то там за 2500 брать. Моторы двухлитровые ставятся и на тройки, и на копейки когда-то ставили, и на X3, то есть один и тот же мотор на разные модели. Модельный ряд, в принципе, большой. Одни рассказывают о том, что все классно, другие рассказывают о том, что постоянные болячки. Вот к тебе, когда ты работал у официального дилера, когда ты сейчас работаешь на себя, когда люди приезжают, какие-то есть такие стандартные болячки, о которых, как правило, не говорит официальный дилер. У дилера всегда все хорошо, ничего не ломается, лучшая машина. На что стоит обращать внимание и с чем можно столкнуться? Ну, конечно, у каждой модели есть свои плюсы и минусы, естественно, идеальных машин не бывает. Ну, если брать в целом по модельному ряду, самые простенькие машинки, они, конечно, более надежные. Ну, они, в основном, приезжают только ТО. Самые простенькие, это у нас копеечка, двоечка? Копеечка, троечка, четверочка, ну, до пятой серии. Потом идет следующий класс машины, пятой серии, там есть свои нюансы, это уже, ну, в обслуживании немножко другое. Вот. Ну, в целом, в принципе, плюс-минус они одинаково надежные. Ну, особняком стоят топовые моторы, топовые машины, как говорят, там они как были топовые, так и в обслуживании всегда будут топовые. То есть, вот здесь, я так уже посмотрев, полазив, понимаю одно, что есть мотор 4,4, который говно, как говорят, и по ресурсу, и по надежности. Да, он хорошо едет, он здоровский, но с точки зрения обслуживания нафиг. И, как правило, все эти машины с такими моторами стоят ниже. Трехлитровые моторы бензиновые, трехлитровые дизеля по порядку, что скажешь? Ну, естественно, на первом месте дизель. Трехлитровый? Трехлитровый дизель. Шикарный мотор, на самом деле. Шикарный мотор. И тяга хорошая. Да, и тяга хорошая. По надежности 300 плюс, прям, даже не задумывалась. Бензиновый мотор чуть похуже, так скажем. Ну, там есть свои болячки, ванусы, с цепями там проблемы никогда не встречались. Андрей, вот извини, что перебью, мне здесь прям дико просто разрывает интересный момент. Вот есть бензиновый трехлитровый мотор, про который заходишь читать в интернет. В принципе, про любой мотор BMW, как правило, заходишь читать отзывы на всяких различных сайтах, кто специализируется на сборе информации именно по моторам. Они всегда пишут, что есть там ряд минусов у мотора, незначительные, которые можно, в принципе, заменить. У меня ничего, как вот ты рассказывал, ничего дорогого. При этом оценку мотора всегда либо 4 с минусом, либо там 4 с плюсом. Но при этом я знаю случаи, когда у людей там на 100 тысяч клинят моторы. У кого-то они клинят на скорости, человек едет, и он там нажимает педаль в пол, у него коленвал заклинило. Как это такое? Почему это? Как это бывает? Тем более, это же небезопасно, это страшно. Да, к сожалению, такое бывает. Сказать, почему так происходит, скорее всего, наверное, из-за неправильного обслуживания, изначального автомобиля. Так как, скорее всего, эта машина была на вторичном рынке, но с новыми машинами очень редко такие проблемы возникали. Поэтому, скорее всего, это связано с предыдущим владельцем. Ну, в целом, да, есть такое, того нести о, что встают моторы. Ну, я предполагаю, что это качество масла и на свое время обслуживание. Ну, я повторяю, больше 15 тысяч пробегов на одном масле. А почему происходит такая ситуация, что, например, вот очень часто, знаешь, когда Андрей Ярдрей, наверное, слышал, в общем, он снял ролик, где показал, что у нас в России BMW там зарегистрированы, условно, как аналоги. И многие люди сказали, а, все, это аналоги, хотя по технической части все одинаково, разницы никакой нет. Но, всегда рассказывают, вот в Германии, вот там тачки, там на них вот как раз и по 25, по 30 тысяч можно проехать, масло не менять, и машины не ломаются, и все хорошо. А у нас, казалось бы, конструктив тот же самый, металл тот же самый, все то же самое. Но почему-то у нас все как бы надо менять там чуть ли не раз в 5-7 тысяч рублей, 5-7 тысяч километров. Хотя масла мы сегодня точно так же можем купить из Германии. Я вот что не пойму, почему все кроется именно в масле, и лишь бы раз в 5 тысяч менял, все будет хорошо. Так что ли получается, или как? Ну, отчасти. Ну, начнем с того, что почему надо чаще в России менять масло. Ну, хотя бы, ну там, до 10 тысяч. Потому что качество топлива у нас намного хуже, чем тоже в Германии. Второй момент, у нас в основном пробки. Эти моторы не любят пробки, что дизельные, что бензиновые. На них надо ездить. Вот и казалось бы, два момента, вот хочется иногда услышать чего-то большего, а вот оно, все на поверхности лежит. Толкаемся в пробках, иной раз ты не можешь нигде разогнаться, а тачки реально трассовые. Всегда же как это было. Что Ауди, что БМВ, что Мерседесы. Всегда нам рисуют картину, что где-то там в Германии есть шикарный автобан, где усатый немец, просыпаясь утром, отправляется на своей тачке на работу, 100 км проезжает на большой скорости, и у него машина там по 200-300 тысяч км ходит. Хотя, по сути, все то же самое есть и у нас в России, кто живет там за мкадом, имеет возможность просто прогнаться на машине. Давай подведем здесь с тобой итог по моторам. Значит, двухлитровые моторы, это все-таки лучше предпочтение давать дизелю. Дизелю. Из трехлитровых моторов та же самая история, лучше отдавать предпочтение дизелю. Все остальное, все, что свыше, это совсем другая история, потому что, ну, это уже люди более состоятельно богатые покупают. У кого там свыше 300 сил моторы, это даже мы, наверное, касаться не будем, потому что, ну, кто там, бензинки, они слабоваты, а если уж брать, вот говорят, сейчас вышел как раз новый мотор, трехлитровый дизель на 4 турбины. Да, неплохой мотор. Посмотрим, что с ним будет, потому что он совсем свежий. Ну, да, совсем свежий, посмотрим. Андрей, вот дай, пожалуйста, совет людям. Вот они выходят, смотрят на вторичку. Как правило, каждый человек готов пригнать машину на сервис. Как происходит покупка автомобиля на вторичке? Приезжаешь, сначала беглый осмотр по кузову, проверил по толщиномеру, там какие-то моменты, что машина не бита, в ней не было никаких серьезных ДТП. Сегодня есть куча сервисов, с помощью которых вот тот же самый автокод забил номер автомобиля, у тебя вся информация, которая есть официально, что с ним как было. А вот дальше начинается самое интересное. Повесить машину на подъемнике и посмотреть ее ходовку, и посмотреть просто взглядом, что ничего нигде не течет, не капает, это легко. А вот такие вещи, как мотор и коробка, вот самый дорогой, да, вот, например, коробка сколько, 1100-150 стоит заменить ее? Ну, вот ZF вот этот восьмиступенчатый. ZF восьмиступенчатый, да. 100-150, и мотор есть, и вдруг, не дай бог что, там 250-300 тысяч. Как его можно проверить и понять, в каком он состоянии? Что коробка, что мотор. Диагностика как происходит? Ну, диагностика как происходит? Наличие ошибок, первое. Раз. Второй момент. Смотрим хотя бы горловину заливную открыть. Посмотреть, если там есть отложения, то стоит задуматься. Это вполне возможно, что все-таки могут быть проблемы с мотором. Два. По коробке. Ну, по коробке можно косвенно, опять-таки повторюсь, косвенно, определить состояние по коррекции. По-моему, говорю, косвенно, потому что у кого-то коррекции большие, это, ну, предпосылка, то есть эта коробка умирает. Коррекция это что значит? Коррекция включения сцепления. Это, грубо говоря, рыв коробка постоянно корректирует, зазоры убирают в пакетах, фрикционов. Если число очень большое, и время наполнения увеличивается, это значит, что есть зазор, и коробка пытается компенсировать его, грубо говоря. Но были случаи, что коррекция будет в норме, и, можно сказать, идеальная, а коробка вставала в аварии. Такие случаи тоже были. Поэтому коробку проверить можно косвенно только. Прокатиться, не щелкает, все переключает. Ну, можно, конечно, посмотреть масло на состояние. Черное, светлое. Если черное горело, то тогда есть вероятность, что коробка может приехать. Ну, вот давай потихонечку подводить итоги. Очень частенько, да, выкладываешь ролик. Особенно стоит найти какой-нибудь ролик, где человек недовольный рассказывает, что у него одно сломалось, второе, третье. Люди сразу подержат говно BMW. Вот я раньше точно так же думал, что BMW это ломучее говно, что купишь машину, блин, только и жди, что что-то сломается. Сейчас езжу, пока что ничего не напрягает. Но мне люди всегда уже говорят, что у тебя пробег маловато, жди, скоро все будет. Вот дай свой совет. Если вдруг человек захотел BMW, как правильно ему его купить? С пробегом там до 100 тысяч. Или же некоторые говорят, а если хорошо обслуженный автомобиль, то его можно купить и с пробегом 200 тысяч. Ты наверняка насмотрелся людей, которые приезжают, ну, как я, чаще меняют, не экономят. А есть люди, кто приезжают, и все попроще. Вот какую-то свою выжимку дай по информации. Как же все-таки? Ну, скажу так. На самом деле у BMW нет пробега. У BMW есть состояние. Есть машины с большим пробегом, но у них отличное состояние. А есть машина с маленьким пробегом, у них плотиное состояние. Поэтому выбирайте BMW в хорошем состоянии, в натяге. Друзья, вот это основная, на мой взгляд, техническая информация по модельному ряду BMW. Куда-то лезть в подвеску, ну, все зависит от того, как вы будете эксплуатировать автомобиль. Можно убить амортизатора на 5000, влетев в какую-то сильную яму. А можно откататься там 100-150, и он у вас будет живой. Мы сделаем так. Я оставлю на Андрея ссылочку в описании. Если вдруг у вас есть какие-то вопросы, вы можете позвонить, пообщаться. Человек специализируется на ремонтах BMW, он вам подскажет, он вам расскажет, возможно, поможет вам осмотреть ваш автомобиль. Здесь уж думайте сами. Не принимайте это как рекламу, поймите правильно, сам обслуживаюсь, деньги плачу, но человек, технический специалист, иной раз вы сами спрашиваете, где, куда, кому обратиться. Поэтому выводы делать только вам. Андрей, тебе я говорю большое спасибо, то, что дал информацию. В любом случае, для кого-то из людей она будет полезна. Мне же всегда интересно послушать грамотного человека, кто своими руками что-то делает. Такая получается у нас серия. Последний раз я обслуживал автомобиль где-то в марте. Сейчас я проехал 6000 км, сделал внеплановое ТО, задал за все про все 13 тысяч рублей, 3000 рублей за датчик. Все, езжу, катаюсь дальше. Поймите правильно, я не пытаюсь рекламировать марку BMW. Если вы считаете, что это говно, пусть так и будет. Я лишь с вами стараюсь делиться своими личными наблюдениями. Когда я ее покупал, я изначально честно скажу, думал то, что меня разочарует задний привод, что зимой я буду крайне недоволен, будет постоянной проблемой. Отмечу, что и зимы как таковой у нас не было, это тоже важно. Я думал честно, что даже за год эксплуатации, потому что все-таки машина 2016 года, что-то у меня будет чаще ломаться. Ничего не ломается, из пожелания, что я сам сделал это, поменял себе тормозные диски. Все, катаюсь, передвигаюсь, наслаждаюсь, как говорится, хрен ты меня отсюда выгонишь. Все, что я сегодня посмотрю, ну раз открываешь так вторичку, автору, думаю, ну что бы я хотел, трехлитровый дизель я бы хотел, либо пятерку, либо в силу того, что теперь у меня есть дочка, нужна машина побольше. Но тут, как говорится, готовь денежки, x5, x6, это совсем другая история. В общем, я всех вас приглашаю в комментарии, высказывайте ваше мнение, пишите отзывы, какая у вас была машина, на каком пробеге, что сломалось, пусть другим людям это будет полезно. Дальше будет больше роликов на разные темы, мы продолжаем снимать, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь на инстаграм канала, до новых встреч, всем пока-пока.